Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почти 10 лет назад, в далеком 1995 году, в Санкт-Петербурге произошло без преувеличения историческое событие. В конце августа в тесном, душном помещении собралось более полутора сотен молодых людей, решивших посетить первый в России фестиваль компьютерного искусства «Энлайд». На этом фестивале, или, как принято говорить, демо-пати, зрителям было представлено около двух десятков работ в различных номинациях «Компьютерная графика», «Музыка» и «Демо». Хотя все перечисленные виды компьютерного искусства требуют от авторов наличия серьезных знаний и неограниченной фантазии, самым сложным можно считать именно создание демо. Демо — это лимитированная по размеру программа, сочетающая в себе видео- и аудиоэффекты, объединенные сюжетной линией. Можно провести аналогию между демо- и видеоклипом, но существует одно очень важное отличие. Демо — это именно программа, а не анимационный или видеоролик. Все демонстрируемые эффекты являются результатом ее вычисления, а не многочасового рендеринга, как в случае с обычной анимацией. Написание хорошей демо — очень длительное и трудоемкое занятие, требующее объединения усилий программиста, художника и музыканта. Существует отдельный вид демо, именуемый «интро», получивший свое название от слова «интродакшн» — «представление». В данном случае возможности программиста более жестко ограничены размером программы — 8,64 килобайта, и требуют от автора крайне рационального использования ресурсов. Теснота помещения, отсутствие достаточного количества стульев и нормальные демонстрационные аппаратуры не смогли загасить энтузиазма посетителей и участников фестиваля. Работы показывались на нескольких небольших мониторах. Народ буквально сидел на головах друг у друга, чтобы хоть что-то разглядеть и услышать. Те, кто посетил эту демо-патию, сейчас вспоминают о ней с нескольких. У нас такая в кибер. Мое мнение о «инлайт-пати» — это было хорошо. Это было здорово, чтобы много народу было весело. «Инлайт-95» стал отправной точкой, началом долгого пути и, по сути, колыбелью российской демо-сцены. Многие из тех, кто на этом фестивале побывал лишь в качестве зрителя, уже в следующем году выставили свои работы на конкурсе. Организаторы патии, убедившись в огромном интересе к подобным фестивалям со стороны компьютерщиков, взялись за подготовку следующей демо-патии с новыми силами. И в августе 1996 года состоялся очередной «инлайт». «Инлайт-патии» Масштаб фестиваля значительно вырос. Количество посетителей увеличилось более чем в трое и достигло 500. А на конкурсы было выставлено почти сотни работ. Возросло внимание общественности и средств массовой информации, проиграемые в фестивале. Мероприятие это абсолютно не коммерческое, чем, собственно, и отличается от своих собратьев в Западной Европе. Отличие основное у них то, что у них есть спонсоры, как правило, какие-то крупные фирмы. Пока на нас, так сказать, крупные фирмы не вышли, мы на них тоже. Вот, у них даются, как правило, призы людям. Ну, может быть, какой-то, так сказать, больше компьютеров. Такой рост популярности можно считать феноменом, так как никакой рекламы не было. Вся информация о подготовке «Инлайт-96» распространялась лишь по компьютерным сетям в тематических конференциях и передавалась от человека к человеку. В результате на фестивале побывали не только жители Санкт-Петербурга и столицы. Приехали также компьютерщики из Новгорода, Владимира, Твери, Ростова-на-Дону, Самары, Рязани, Комеля, Киева, Фильнюса, набережных Челнов, Харькова и других городов. Несколько человек специально прибыли на фестиваль из Дальнего Зурбина. Количество платформ, на которых проводились конкурсы, возросло до трех. PC и Amiga присоединился и к собрам ZX Spectre, чрезвычайно распространенные на территории бывшего СССР. В этот раз «Инлайт» проводился в помещении кораблестроительного института. И уровень организации был намного выше. Людям больше не приходилось толпиться в маленькой комнатушке. Они заполнили большое фойейнское место. Но место все равно не всем платило. Так велико было количество посетителей. Как и в прошлом году, соревнование проходило по следующим номинациям. Компьютерная графика, музыка и темп. Качество работ существенно возросло. Зрители с огромным интересом созерцали творение участника фестиваля. И живо обсуждали уюты. Также на фестивале состоялся весьма необычный конкурс по программированию в реальном древесине. Задачей этого конкурса было за два часа написать программу, эффектно трансформирующую одну картинку звука. Задание изначально не было известно. И участники не могли использовать домашние наработки. Приходилось рассчитывать только на собственные способности и звук. Хотя об организации фестиваля было заявлено за полгода, многие работы доделывались буквально перед патией. А некоторые участники дописывали свои творения непосредственно на месте, за несколько часов до начала конкурса, внося последние штрихи и дополнения. Фестиваль 96-го года стал достойным продолжением «Энлайта-95» и укрепил всех в мысли, что подобные мероприятия необходимы людям, живо интересующимся компьютерной тематикой и состоянием российской демо-сцены. В других регионах начали появляться свои демо-патии, а в 1997 году в Санкт-Петербурге прошел очередной «Энлайф». В этот раз оценить 200 присланных работ собралось более тысячи человек почти из 50 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако разрыв между масштабом демо-патии и возможностями и средствами, которыми располагали организаторы, стал непреодолимым. Проблемы, возникшие из-за большого количества посетителей, оказалось невозможным решить. И второй день «Энлайта-97» пришлось отменить. С 1999 года эстафету «Энлайта» принял фестиваль «Хаус Констракшнс». И хотя он проводился с перерывами, на данный момент это самая крупная демо-патия в России. Люди со стороны порой не понимают, для чего нужно участвовать в подобных фестивалях. Конечно, это делается не ради прессу, они весьма скромны. Да и стоимость поездки в Санкт-Петербург некоторым участникам выйдет много дороже. Скорее, людей привлекает возможность продемонстрировать свои способности, проверить силы, себя показать и на других посмотреть. Для некоторых это также повод вспомнить компьютеры, с которых они начинали. Кроме здорового соревнования, у подобных фестивалей есть еще одна важная цель. Это живое общение людей, увлеченных одной темой. Порой единомышленники, общавшиеся до этого только посредством компьютерных сетей, впервые встречаются именно на подобных фестивалях. Завязываются интересные знакомства. Многие из тех, кто участвовал в демо-патии, находят себе работу в компаниях, занимающихся созданием компьютерных игр и программ. Подобно любому серьезному увлечению, создание демо, компьютерной графики и музыки помогает людям отстраниться от житейских проблем и суетов, дает возможность самореализации. Осталось сказать несколько слов о тех, кто организовывает эти фестивы. Мероприятие это абсолютно не коммерческое, и немногочисленные спонсоры не способны покрыть все необходимые затраты. Зачастую организаторы вынуждены вкладывать собственные средства, чтобы пати прошла на должном уровне. Для них это тяжелая, но интересная работа, которая позволяет набраться опыта в самых различных областях и в финале ощутить удовольствие от того, что задуманное свершилось, и очередной фестиваль благополучно завершен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok